всем привет с вами варлайт и сегодня я буду покупать новую машину итак какую же машину я буду покупать я буду покупать тойоту чайзер несмотря на этот огромнейший вес почти полторы тонны и 275 лошадиных сил он не как-то нравится поэтому за 39 тысяч 950 долларов я его буду покупать все так ну вот и новые машины так что насчет двигателя тут стойки стоит gz-овский опа вот это я конечно понимаю ну может смотрите у меня на так бмв я решил стоковый двигатель прокачать вот gz-овский я думаю прокачивать буду на марке а и на этом начать оказывается его можно сразу уже топовый поставить принципе нормально я и не против окей все и турбокит максима его даже прокачивать не пришлось что-то еда офиге я приофигел маленько на немаленько при вообще можно было бы для приличия сделать его на правый руль но я же плохой человек я не буду на и японские машины справа естественно слева мы ставлю да 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 так можно сначала посмотреть какие винилы идут фиговыми не идут понятно так что насчет колес пока что сделаем их вот таким вот нет давайте сначала в стоке прокатимся все для начала сток и на практике просто на практике я купил новую трассу и это тоже безусловный плюс за 80 тысяч долларов пока на нет медленно очень больше огромная машина тяжело управлять особенно вот эти вот перевалы вот так вот тоже тяжело дай удаются они с задержкой идут поэтому сложновато будет не на так-то угол дает полегче вот так вот удобно ой больно было ладно можно пока играть на батл так не сначала solaran потом уже баттл посмотрим сколько очков набьем так не соприкасаться с со стеной да вроде удобно вот комфортно чувствую как-то я на изи прошел это я думал на стоковом чайзере будет посложней но еще разок потом уже на батл поедем можно было бы в принципе купить вместо чайзера марк 2 сотом кузове но не знаю мне как-то чайзер побольше нравится он даже не задел стенку аккуратненько проход проходим поворот то что он длинный очень удобно собирать вот эти вот там кругляшки такие и ими поверт довернул и все собрал так я даже не знаю на батл естественно на кросс рот короче я буду называть просто легкий на скорее всего я не выиграю на такой-то машине все догоняет меня ай блин вот так вот можно было довернуть не но это бесполезно окей да блин не ну нафиг не получится не так чё это у нас за сильвия по-моему с 14 шишу тукарчу капиталь да ёпу макарёк нет конечно же я не мазохит чтобы ездить на постоянно на стоковом чайзере я поставлю на него топовый джизет просто я вот подумал на бмв я поставил джизет и прокачал его за монетки и смысл мне прокачивал было за монетки когда я могу в будущем купить чайзер прокачать его джизетовский двигатель за те же монетки ну то есть один пункт за 40 голды будут так называть поэтому я решил вкачать стоковый двигатель на бмв в реальности он называется м30 здесь он просто са-14 са-14 все а теперь можно и прокатиться на фуловом движке а также турбокит тоже максимальный вот за 5000 который стоит просто не на них для красоты естественно так опять практик потом соло ран потом мотал воу-воу нифига она пошла шустро стала он чайзер ё-моё быстро это какая на после этого кабана на стоковом двигателя это уже какая-то как будто бы вообще весит всего лишь одну тонну а не полторы ты вроде комфортно марк 2 я не очень люблю поэтому я чайзер взял чайзер мне можно хоть и у них одинаковые двигатели один джизет все таки блин а мне так уже комфортно стало на нем ездить мне может даже прокачивать не надо так вот когда обороты набираются вон 8000 оборотов вот эти вот не очень нравится чуть-чуть подбешивать на бмв такого нету или может быть есть я просто не замечал просто кайф вот теперь можно соло ран посмотрите сколько я наберу тихо тихо не задеть вот так вот доворачиваешь своим огромнейшим корпусом и собираешь вообще легко и просто если не читая веса то это просто машина мечты конечно же больше подходят здесь сильвия и трояна ну как бы чайзер тоже может дать отвор хоть и тяжелее трояна будет аж на 500 килограммов блин все таки задел ё-моё слишком уж заговорился трасса мне это очень нравится но не столько всякого не знаю потом бреды чё только не можно сделать теперь батл а теперь можно и на про поехать хотя я не знаю скорее всего я проиграю так о как далеко от него уже в занос не-не-не потом скорому времени можно тоже сделать внешний тюнинг чайзеру да ё чё зафиг я видимо тормоз с ручником перепутал о тоже чайзер или это марк так а вот здесь вот это чё-то я даже запутался фух всё настроился задел-задел-задел вот так вот о-о-о ой-ой-ой нет мне не выиграть нет начателя нужно потренироваться шо ж я опять беру такой вот дривчу в начале почему-то у меня привычка такая ну нафиг сплошные расходы ну я думаю может даже конкуренцию моей бмв задать чайзер смотрите 1460 килограммов и 717 сил 1175 килограммов и 611 сил что будет если докачают до конца чайзер может ли он прям конкуренцию собладать если вам не трудно вы можете написать в комментариях кто всё-таки будет лучше если я чайзер докачаю до конца с его классическим джейсетовским движком раньше я смеялся над бмв то что здесь издевательски дают вот только стоковый двигатель и джейсет но чайзер меня окончательно добил когда тут только только один джейсет и всё и всё просто джейсет и всё гениально на той же стоковой сильве так вот на ней то больше движков даются или на с 14 кузове вот по моему это куки а это неки или наоборот всё-таки тоже двигатель побольше разнообразия ладно я не знаю заменит ли мне бмв спасибо тем кто досмотрел до конца с вами был варлайт